Ну и дальше вот успеем еще просмотреть повесть о разбойнике. Вот это 11 абзац, речь идет о разбойнике. Я, конечно, читать не буду, это почти полторы страницы, но история очень хорошая, замечательная. Я думаю, что вы сами, всех же лестница есть, дома прочитаете, посмотрите. А я просто перескажу, речь идет о том, что в некий монастырь пришел разбойник и хочет, чтобы его в этот монастырь приняли. Игумен монастыря поступает мудро. Он знает, что это разбойник, но вот он не знает, какой будет монаст. И он вот так же ему говорит, вот 7 дней делай, что хочешь. Вот 7 дней, смотри, нравится, вот 7 дней я тебе даю. Сам посмотри, как мы живем, поприглядись. Нравится тебе это или не нравится. Правда хочешь или неправда. Вот 7 дней совершенно свободно. Никто совесть твою не обременяет. Суди сам, надо тебе оно или не надо. Вот, а когда 7 дней прошло, то он его призывает, говорит, ну что, хочешь в монастыре остаться? Он говорит, да, хочу. Он говорит, ну хорошо, тогда исповедуйся. И разбойнику мы все рассказал. И тогда Игумен поступает следующим образом. Он говорит, ты правда возненавидел грех? Он говорит, ну да, вот возненавидим. Тогда сейчас же встань и исповедуй все эти грехи пред всеми монахами, которые живут в этом монастыре. Ну вот, а вот такой действительно порыв, чтобы даже посреди Александрии я исповедую этот грех. Не то, что там перед монахом. А там монахов, вот говорится, 330 человек. То есть большое собрание. И вот во время совершения божественной литургии, после чтения Евангелия, что сделали? Его вводят в храм со связанными руками в арестантской одежде, по высинице. Голова посыпана песком, пеплом. То есть вот в незрачном таком виде. И когда он подходит к входу в храм, игумен громко сам воно говорит. Остановись, ты не достоин войти сюда. Пораженный, шедший к нему из алтаря голосом, разбойник пал на землю, трепещая, весь потрясен был страхом. Когда он таким образом, повершившись на землю, мочил помост с вязами, тогда игумен, который всеми мирами устраивал его спасение, всем подавал образ спасения и действительного смирения, повелел ему объявить перед всеми подробно все сделанные им беззаконно. И он с трепетом исповедовал один за другим все возмутительные грехи свои, не только плотские, но и противоестественные, и чародейни, и убийства, и разврат, и другие злодеяния, которые не следует ни слышать, ни предавать писанию. Тотчас после всей исповеди пастор повелел его постричь и причистить к братьям. Вы вот только прочувствуйте эту обстановку. Вот что бывает с человеком, который каится. Понимаете? Вот любой из нас там... Вот мы стоим, скажем, на исповеди и боимся, чтобы кто-нибудь нас не услышал. Не дай Бог, например. Если мы приходим в храм и нам сделали там замечание. Что мы говорим? Обижаемся, да? Вот я в храм пришел, меня любить должны. На руках носить, как Христос поверял. А они что делают, а? Еще христиане называются, тоже мне. Хоть бы постыдились. Дальше скажем. Вот священник говорит нынешним, кающимся. Слушаю, говорит брат, вот ты живешь там в невенчанном браке, при живой жене у тебя любовница там. Ну вот я, конечно, понимаю, ну каяться надо, но ты раз пока не можешь выбрать, с кем ты жить-то по-настоящему хочешь, с женой или с любовницей. Ты бы пока не причащался. Что? Не причащался? Кто ты такой? Чтоб не запретить причащаться. Сейчас я тебе, владыки, бумагу напишу. И посмотрю, кто-нибудь из нас причащается. И пишет. И пишет. И батюшки действительно разные причины. Как это он смел человека от причастия отлучить? Вы понимаете разницу? Когда человек действительно кается, действительно стоит на пути покаяния, то он все то, что вот все те замечания, колкости, удары, унижения, уничижения, обиды, он воспринимает как лекарство, достойное за грехи свои принимает. Так мне и надо. Если бы люди знали, насколько я грешен, они бы вообще меня даже в общество свое не пустили. А когда у человека другая тенденция, защищать свои права разным способом, то это говорит только об одном. Человек не желает становиться христианином. Церковь идет вовсе не для того, чтобы становиться христианином. А тогда для чего? Вы слышали историю про Есенина? Я рассказывал когда-то. Бог в своих записках вспоминает. Однажды пришел к нему Есенин. Очень возбужденный. Такой вот прям пламенный, возбужденный. И поведал ему, что он сейчас сделал. Он пошел в храм, причастился. И когда вышел он, не проглотил частичку, вышел из храма и выпрыгнул ее. Вот, в грязь. Специально. И вот для него это был акт такой. Ему надо это было проделать. Вот свербело там. И он прошел это, проделал. А потом надо поделиться. Что я смог это сделать. И побежал к блоку. И рассказал ему об этом. Что вот он сделал. Такая вот. Зачем, казалось бы. Вот оно тебе надо. Ну если как это в том анекдоте. Если Бога нет, то зачем кулаком грозить. А если Он есть, то зачем с Ним ссориться. Если нет Бога, это простой хлеб. Зачем хлеб плевать. Это же некрасиво. Выплюнуть хлеб, просто птать. Даже если вот это не причастие. Ну и что? Что к кому? А если Он есть. Зачем ты кощуствуешь? Хоть так плохо, хоть и так плохо. Зачем человек это делает? Вот понимаете? Вот так. Зачем человек, который живет не по-христиански. Не собирается жить по-христиански. Никогда не читал Евангелие. Читать его принципиально не собирается. Менять свою жизнь не собирается. Зачем ему причащаться? Зачем? Не знаете? А зачем девкам плясать в храме? Зачем? Ну что они могут сделать? Ну что? Ну вот они же так понимают. Ну да. Не знаю. Все предсказуемо. Все что случилось. Они все это знали, что так будет. Зачем? Нет. Понятно, что деньги зарабатывают? Понятно. Ну вот, ну там, ну, когда-то они начали делать это не для денег, а для чего-то другого. Вот что это такое происходит в человеке? Непослушание. А? А непослушание? Ну это уже плоды непослушания. Плоды, да, уже очень глубокого непослушания. Это уже сродни бесовской. А, собственно, а бунт бесовский, он имеет смысл? Ну какой смысл, если он все равно знает, что чем все закончится? Ну бунтуй, не бунтуй, он же все равно с Богом ничего сделать не сможет. Он же понимает это. Гордость не дает. Ну гордость не дает. Нет, сделает. Ну вот сделает, да. А зачем ему свою? Ему какая радость? Свою, что он за радость. Ну радость-то ему какая? Нечистое, какая радость. Да никакой радости. А вот другим плохо, а мне хорошо. Вот. То есть вот пусть другим будет плохо, и мне от этого хорошо. Пусть я сделаю неправильно, не хорошо от того, что я делаю неправильно. Я поступаю противозаконно. Я поступаю не так, как должен поступать. Я знаю это и буду это делать, потому что это доставляет мне наслаждение. Это бесовское состояние. И вот люди, одержимые вот этим духом бесовским, они рвутся к этой части именно для того, чтобы поглумиться. Они знают, что нельзя. Они знают, что это скверно, что это мерзость. Потому и делают. По-другому сказать, вот уже враг, который в них сидит, он ими управляет, он знает, как их погубить. И толкает их на эти вещи безрассудные, безумные, так, чтобы они поскорее погибли. Потому что, когда им плохо, ему хорошо, условно говоря. Вот, хорошо. И поэтому люди так делают. А он не значит, что до свидетелей не принадлежит? Нет, человек до конца принадлежит себе. До конца, до самого последнего конца. Но он управляемый. То есть, он может сказать нет. Но он настолько привык слушаться эту силу, что он не хочет говорить нет. А если он скажет нет, то, разумеется, придется что-то там претерпеть. Потому что освободиться из-под власти этого насильника очень сложно. Очень трудно. Ну, как страсти вот оставить, да, скажем, как алкоголизм бросить. Легче не начинать пить, чем в ночах пить, потом попытаться бросить. Ты будешь испытывать такую жажду, что весь океан мог бы выпить, только бы хоть чуть-чуть-нибудь глотать. Так же и с любой другой страсти. Но технически он может это сделать, если только обратиться всем сердцем к Богу. Я не про это. То есть, вы понимаете, разница такая. Вот когда у нас правильное устроение духовное, тогда мы приходим и все, что с нами происходит неприятного в церкви, мы принимаем со смирением. Так мне и надо, достойное за грехи свои приемлемы. А если у нас сразу бунт, почему со мной так обращаются, то значит мы неправильно пришли в церковь и нам лучше уйти. Поэтому вот на самом деле, когда мы поначалу тоже, все мы через это прошли, ну я так думаю, поначалу тоже бабушки в церкви напрягали. А потом понял, так это же, это же сторожа. В самом прямом смысле слова сторожа. Они стоят, как эти, как, знаете, был такой персонаж обыденной русской жизни, назывался целовальник. Не слышали из русской литературы? В каждом кабаке был целовальник. Но говоря современным языком, вышибалок. Но целовальник это не то. Его задача была встретить, поздороваться, ну что-то вроде Швейцара. Вот, поздороваться. Собственно об этом и есть целовальник. Целование это дай целование. То есть поприветствовать он должен был. Вот, и он приветствовал, указывал место, куда пройти. Дальше хозяев или официант обслуживал. Он следил за порядком. И когда кто-нибудь там излишне, это самое, напивался, он его вышвыривал. Или когда люди там уже пьяные пытались зайти, он их не пускал. То есть, ну, лично такой вышибал. Так вот, бабушки выполняли ту же функцию. Они не пускали в храм преждевремени тех, которые не готовы смиряться. Ну, что там бабушка скажет? Ноги грязные. Вот, и поэтому, только что вымотому топчешься. Ну, ноги грязные. Грязные. Вымотые. Вымотые. Что она сказала не так? Ну, она же должна меня любить. Мы так думаем. Значит, мы пришли сюда, ища не примирение с Богом, а ища, чтобы нам тут насилили. То есть, как будто мы пришли тут цари. Нас должны любить. Наши желания исполнять. Как это, скажем, человек приходит, есть такая психология, приходит в храм. Так, ну, бабушка, что надо-то, чтобы деньги были, здоровье было, сколько надо? Батюшка говорит, да что вот, ну, как это, вот, как-то не так надо. Да ладно, что мыришься, ты скажи, сколько надо? Сто-то хватит рублей? Вот. Или двести надо, сколько тебе надо-то? Ты скажи, вот, и конкретно цены называемые, что в самом деле, написано же цены. Ты просто скажи конкретно, сколько надо вот тебе заплатить, и чтобы у меня все было. Вот люди есть с таким подходом, и понятно, что так отношение с Богом не выстроится. Человек может прийти в храм только в состоянии кающегося грешника. Если он приходит в состояние человека, которому не хватает любви, и он хочет, чтобы все его здесь любили, и все желания его исполняли, то это ничего не получится. Ничего не выйдет в этих отношениях. Но ведь у нас сейчас, просто рядом, люди приходят в храм именно за этим. Они так приходят, буквально вот уже наблюдают, скажем, буквально как в ресторане, кулаком по столу, так и говорят, Рескурант мне сюда, меню. Вот. За я заказываю музыку. Хочу машину, хочу, это самое, квартиру, хочу жену, здоровье, детей, страну, гражданство. Хочу, хочу, хочу. Вот. А когда что-то не получают, говорю, почему, собственно говоря, вы мне не дадали, обещали, что я буду тут купаться как сыр в масле, а сам мне что-то, помните, как этот, лет семь назад в суд подал на патриарху? А? Говорит, мне обещали, что в церкви дадут благодать и не дали ничего. Что такое безобразие? Обманули. Я им заплатил, получается, три тысячи за крещение, а они мне ничего не дали. Ну, смешно, смешно, ну и больной человек уже. Вот, но тем не менее, это характерный такой подход-то. И поэтому люди ничего не получают. Они пришли требуя, как в ресторан. Мы правда привыкли так, вот в советские времена, мы помним, как в столовую входили, да? На цыпочках. Любая техничка могла выгнать. Вот. Мы обижены, потому что столовая, это же почти такое там место такое, освященное. А сейчас мы привыкли к многочисленным кафе и ресторанам. Мы приходим, вот, нам ничего такого, сидений нету, иконы какие-то непонятные, вообще никаких нету. Хор поет непонятно, я за что деньги плачу. Вот. Где вот благочестивый батюшка, красивое облачение, иконы, хор такой. Вот. Мы должны прийти, эстетическое время провести. Потом еще чай попить, с чем-нибудь таким, с беседами, такими духовными назидателями. И умиротворенный, удовольствием. Воскресный день, праздник такой, воскресный у меня. Общение на приходе. Послушал, помолился, причастился, пообщался. Довольный, пришел, все хорошо. Вот, не надо превращать храм вот в это. И история с этим разбойником, мне кажется, очень характерна. Она показывает, как человек должен приходить к Богу. И является своего рода мерилом, критерием, чтобы понять, вот, когда у нас есть хоть чуть-чуть тех чувств, что этого разбойник, значит, мы пришли в храм правильно. И тогда, поверьте, когда вы пришли в храм искать прощение, а из-за угла, из-за столба убегает бабушка, кидется не так, свечи ставишь, негодяй подлый. Вот. Чему вас только в школе учишь? Вот, вы понимаете, ну, действительно, негодяй, действительно, подлый, что же делаешь-то? Вот, действительно, простите меня, вот, и я правда не знаю, и я правда грешник, что же теперь сделаешь? Вот, придете и уйдете, и снова придете, потому что здесь Бог, а там за стенными храмами пустота. И вы придете сюда искать здесь жизнь. И эти бабушки вас нисколько не отпугнут. Никто не может отпугнуть человека от Бога. любящим Бога все, даже бабушке, и даже похлеще, чем бабушке, все поспешистует ко благу. Если нас кто-то отогнал своим поведением, кто-то смутил своим поведением, значит, мы в церкви искали не Бога, а чего-то другого.